Приветствую вас на курсе HR Generalist. У нас первое занятие проходит традиционно в открытом формате, где мы говорим о том, кто вообще этот HR или это HR Generalist. Это первое занятие курса. В курсе у нас 14 занятий. Он такой довольно-таки большой, объемный, я бы сказал. И сегодня мы поговорим, какие роли есть в HR, эволюция HR, чем должен или не должен заниматься Generalist, тренды обсудим. Поговорим о кое-каких вещах, soft skills затронем и как быть Generalist, а не исполнителем. У этого курса есть сайт, вот так он выглядит, Generalist в конце. И если вдруг мы с кем-то не знакомы, то вот список компаний, в которых я работал, разные должности, разные функции, разные направления. Так что опыт довольно-таки интересный. В работе полагается на лучшие мировые практики. Вот список компаний, которые я рекомендую отслеживать, которые что-то интересное публикуют постоянно, какие-то исследования. И буду благодарен, если и вы представитесь, напишите город, должность и компанию. Мы таким образом с вами познакомимся, ну а с теми, с кем знакомы, просто узнаем, кто сегодня на связи. Поэтому, пожалуйста, напишите имя, город, точнее имя у вас там указано, город, должность и компания, в которой вы работаете. Ну и должен быть. Юлия Минск, Медиапарк HR, Анна Винница, Плейтика, HR Operations Specialist. Виктория, директор офиса компании «Инди» в Гродно, Беларусь. Я был в Гродно, очень красивый город, в центре, я был летом. Круто. HR Generalist, Киев, LDC, Яна. Спасибо. Хорошо, спасибо всем, кто написал. Итак, идем дальше. О домашних заданиях. На этом курсе, как и на всех других курсах, есть домашние задания, их нужно будет делать в личном кабинете, я их буду проверять, давать обратную связь. И все домашние задания, выполненные на оценку 4.5, дают возможность получить наш диплом после прохождения курса. Начну сегодняшнее занятие с цитаты Александра, он тоже из этой индустрии, он однажды написал пост, который мне так понравился, я себе заскринил. За каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая его поддерживает, а за каждым успешным генеральным директором стоит HR-директор, который поддерживает его и команду. И я с этим абсолютно согласен. На сегодняшний день за каждым успешным бизнесом, как и не за успешным, стоит тот или иной HR. За успешным бизнесом стоит правильный, хороший, с правильными функциями HR. За неуспешным бизнесом, как правило, стоит отсутствие либо этой роли, либо полномочий, либо человека, экспертизы. Я бы сказал, что от HR-а сейчас много чего зависит. Именно поэтому компании начинают набирать HR-ов со старта, то есть даже с небольшим количеством людей, 20 человек, даже 15 человек, компания уже задумывается об HR. Почему? Потому что это уже влияет на успешность бизнеса. Уже компании понимают, что если сходу взять правильного HR-а, то будет все хорошо. Кто-то, некоторые компании самостоятельно, генеральный директор изучает, что такое HR. В целом могу сказать, что должность HR-дженералист, она одна из, то есть я вот как-то для себя сделал такую карту, карту HR-должностей. Взял разные направления. Это такая распространенная форма визуализации, карта метро. Не я ее придумал, но ее часто используют. У меня получается такая карта метро, HR-должностей. И вот должность HR-дженералист, я здесь выделил, она идет в одном шаге от должности head of HR, ну и она движется к направлению HR-директор и поле высокой. Но она очень интересная. На самом деле мы сейчас увидим, почему. Идем дальше. Значит, в HR есть разные роли, разные, ну, когда эта компания большая, это рано или поздно в разные отделы выливается. Отдел кадров, это понятно. Отдел кадров есть в каждой компании, ну, либо какой-то кадровый специалист. Рекрутинг и адаптация. Бренд работодателя и внутренней коммуникации, обучение и развитие, вознаграждение и бенефиты, автоматизация HR, бизнес-партнерство и операционная поддержка. Так вот, HR-дженералист, это все эти роли вместе взяты. Единственное, что отдел кадров, из-за того, что он у нас довольно-таки сложный, это, ну, пока еще часто отдельная функция. Даже может быть отдельно от HR. В небольших компаниях этим может заниматься бухгалтерия или юристы, но не HR. Вот, все остальное, в принципе, это роль HR-дженералиста. Поэтому можно сказать, что HR-дженералист, это отдел HR в одном лице. Но именно так, это правильно так называть, HR-дженералист, когда это единственный человек. Это также HR-директор на раннем этапе развития компании. То есть часто эти люди по мере роста компаний занимают роль HR-директора, если они развиваются. К сожалению, конечно, бывает ситуация, когда эти люди, ну, это даже не то, что к сожалению, бывает неинтересно. То есть я встречал таких людей, которые были единственным HR-ом, занимались абсолютно всем, но им потом не было интересно заниматься руководящей ролью. То есть они потом переходили в какие-то другие направления. Такое тоже бывает. Но если дженералисту интересно, тот дженералист вполне может стать HR-директором, когда компания вырастет. Это также правая рука генерального директора. То есть данная роль, она работает тесно с генеральным директором. Ответственное лицо за персонал в компании. Да, это правда. Внутренний HR-эксперт и консультант и даже может какие-то функции операционного директора тоже на себя брать. То есть порой какие-то дополнительные задачи, там работа офиса, работа юристов, бухгалтерии, финансистов тоже может так или иначе подчиняться. Какое-то операционное планирование и прочая всякая функция. Вот. Идем дальше. Значит, в работе HR есть много компетенций. Чем HR может заниматься? Их можно поделить на hard skills и soft skills. Я как-то готовил такую, знаете, сейчас называется таксономия навыков. Когда я готовил этот документ, у меня это называлось HR-карта. Я это себе представлял как карта HR-компетенций. Часто принято называть таксономия навыков. То есть я выписал абсолютно все компетенции, которые могут быть у HR, могут быть hard skills, soft skills. Так вот, HR-дженералист – это человек, который всего по чуть-чуть. А эта должность, она прежде всего широкая. Есть понятие «должность экспертная» – это когда человек в одном направлении совершенствуется. Например, там рекрутинг или даже сорсинг. Это одно из направлений рекрутинга или оценка. А есть, наоборот, должности широкие. Когда ты растешь не вглубь, а вширь, ты по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть изучаешь все, потому что должен во всем разбираться. Вот должность HR-дженералист, она довольно-таки широкая. Там нужно знать много всего, и из-за этого не всегда есть возможность углубиться. Но здесь эффективность достигается и успешность не за счет глубины, а за счет того, что есть ширина. За счет того, что разные там HR-функции в компании HR-дженералистам строятся, ну, возможно, на таком базовом уровне. Дальше. Значит, HR-дженералисты есть не во всех компаниях. Если вы, например, начнете искать, а где есть HR-дженералисты. Ну, кстати, мы с вами даже, знаете, что можем сделать? Так, ради интереса посмотреть, как обстоят дела с этой должностью в Украине. Вот, зайдем в LinkedIn, попробуем выбрать здесь, простите, не туда нажал, попробуем здесь выбрать поиск по людям, укажем, можем даже и Россию указать. Ну, давайте начнем с Украины и напишем должность HR-дженералист. что нам скажет LinkedIn. 629, но, в принципе, довольно-таки много. Так, ладно, а как насчет России? 786. Вот, я думаю, что эта цифра постоянно растет, причем мы указали HR-дженералист, должность может быть у человека называться совершенно по-другому, хотя это функция HR-дженералист. это может быть HR-хед и прочее. Так вот, когда это правильно называть HR-дженералист? Давайте разбираться. Значит, есть разные модели построения HR-отдела, они зависят прежде всего от того, на каком этапе развития сама по себе компания. HR-дженералист, начнем мы с этой должности, это должность HR-а в компании, когда это единственный HR, такой многорукий или многорукая шива. Знаете, шива – это такой бог, у которого изображают много рук. Бог, я не помню, даже чего, может, плодородие. Соответственно, этот HR-дженералист, он самостоятельно занимается всеми направлениями. Конечно, будем смотреть правде в глаза, здесь упор на рекрутинг большой, но важно не путать. Если это только рекрутинг и, может быть, чуть-чуть адаптации, а это все-таки рекрутер, и такое тоже бывает, когда в компании есть единственный человек, и он занимается только рекрутингом. Но, как правило, этого единственного человека начинают грузить разными другими задачами. Обучение, корпоратив, какая-то система вознаграждения, замеры вовлеченности, опросники какие-нибудь. Соответственно, роль начинает уходить от чистого рекрутинга, и тогда это становится полноценный у нас уже HR-дженералист. Почему дженералист? Можно перевести на русский язык как универсал. То есть general это общий, универсальный, а generalist это такой суффикс, который обозначает должность. HR-дженералист, HR-универсал. Вот, вот так это правильно называть. Дальше, если у HR-дженералиста появляется команда, я здесь нарисовал не рекрутеров, хотя иногда это и рекрутеры, конечно, из-за того, что людей мало, обычные рекрутеры тоже начинают заниматься другими функциями. Я их назвал, пусть это будут HR-менеджеры, HR-специалисты. В общем, когда есть команда, это уже правильно называть не generalist, а head of HR. Хотя, если бы это была западная компания, скорее всего, назвали бы HR-менеджер. Но у нас, я думаю, что вы знакомы с этой ситуацией, у нас у должности менеджер произошла очень быстрая инфляция в 2000-х годах, когда начали всех поголовно называть менеджерами. Менеджер такой, менеджер всякой, то есть, ты закончил институт, и ты уже менеджер по продажам, или менеджер, не знаю, по еще чему-нибудь, HR-менеджер. Поэтому у нас название менеджер искаженное, к сожалению. Я поэтому менеджерами называю не руководителей, а таких HR-ов чуть выше, чем HR-специалист. Так вот, руководитель таких HR-ов универсальных, но не единственных компаний, его правильно называть Head of HR. Должность Head это обычно следующая должность, которая идет после слова менеджер. Но и это не все. Компания может разрастаться, и у руководителей, точнее, люди, которые были в команде, становятся более специализированными сначала, и потом у них начинают отправляться свои команды уже. Тогда эти руководители соответственно функции становятся ходами своих функций или руководителями, а их руководители становятся директором. Обычно как принято должность директора, ну это в мире так распространено, и в принципе в наших странах тоже, это должность подчинения, у которой находятся руководители. Поэтому HR-директор правильно называть того HR-а, подчинение, у которого есть другие руководители, а не обычно, кто на русском называет руководитель или начальник отдела, кто на английском называет head, head of the, head of все. Соответственно, тогда это должность HR-директора. Бывает такое, что в компании один HR и уже называют HR-директором, ну, в принципе, оно и понятно, почему так это называют. Берут человека, который через год должен возглавить подразделение, где уже есть разные HR-сотрудники. И как бы авансом называют, более высокой должностью, чтобы привлечь людей такого калибра, чтобы замотивировать людей. Есть люди, которые хотят быть директором. Я, кстати, сам такой был, когда работал в Альфа-банке. Я сначала был, у меня там трудовая, там, по-моему, 6 или 7 записей. Ну, кроме того, что я в HR перешел из кредитного консультанта, я был там какой-то, ну, примерно так, специалист, потом старший специалист, потом ведущий специалист, потом главный специалист, потом руководитель по управлению персоналом по нашему HR-бизнес-партнеру. И вот, когда я шел на следующую роль, мне уже хотелось быть директором. И вот моя должность была директор, хотя команда там поначалу не была, потом я сформировал, там, по-моему, 4 человека у меня уже работало. Вот, в общем, вот так правильно называть. Идем дальше. Может быть и более продвинутая модель, когда есть HR-бизнес-партнер. Вот я тоже хочу эту модель показать. Некоторые компании, ошибочные HR-бизнес-партнеров, называют HR-дженералистами. Это не совсем правильно. Если человек, который работает на роли HR-бизнес-партнера, занимается такой функцией, как консультант, можно сказать, какой-то степени аккаунт-менеджер, от HR-команды, он все-таки HR-бизнес-партнер. Но некоторые компании, я такое встречал, они хотят, чтобы… Вот есть HR-директор, есть руководители функций, а они хотят, чтобы еще у каждого бизнес-подразделения был такой, как бы, собственный HR-директор, который многие вещи делает руками. И тогда называют вот этих вот ребят HR-дженералистами. Я такое пару раз встречал. Конечно, модель немножко искаженная, потому что, ну, в таком случае человек дублируется с другими отделами. Вот, поэтому не совсем правильно в такой модели называть кого-то дженералистами. Все-таки должны быть HR-бизнес-партнеры. У бизнес-партнеров могут быть people-партнеров подчинений, но не… или HR-менеджеры, но не HR-дженералисты. И, наконец, еще одна модель – это когда HR-ов нету в компании. Так вот тоже бывает. Можно сказать, что генеральный директор выполняет роль HR-директора, ну, а все руководители, все сотрудники там как-то выполняют функции HR-а. Идем дальше. Теперь поговорим про эволюцию HR-а в целом, ну, и потом про дженералистов. Значит, функция HR, она очень интересно появилась. Есть много споров по тому, когда она появилась. И эти споры связаны с тем, а как она развивалась. То есть, например, ответ на вопрос, в каком году родилась функция HR, будет зависеть от того, а что мы вообще подразумеваем по ходу HR. Отдел кадров – тогда это будет один год. Современный HR, который вот как сегодня много чего знает, может автоматизировать процессы и так далее, это другой уже HR. Это не отдел кадров, это будет другой год. Ну, в целом, принято выделять вот такие этапы развития, этой роли, такие этапы как бы становления профессии. Можно сказать, что HR-а профессия, это, кстати, очень полезно понимать. Вот знаете, есть люди, точнее, не люди, а говорят, если хочешь управлять будущим, нужно знать прошлое. Вот, мне кажется, для нашей профессии тоже это важно. Наша профессия появилась вообще сначала вне компании. Вот так любопытно, да, снаружи. Это был чиновник. То есть, наша профессия была чиновничей. Я думаю, отсюда желание многих HR-ов выступать в роли такого полицейского, которые там следят, чтобы руководители правильно руководили, они там очень о сотрудниках заботятся, на такие вот у них продолжается эта роль. Но так это появилось. Это был чиновник службы социального обеспечения. Он заботился о защите прав женщин и детей, больных и пострадавших. Это была реакция на рост производства, на усложнение условий труда, на появление всевозможных машин на производстве. Вот, соответственно, роль так вот возникла. Потом, когда начались всевозможные войны, Первая, Вторая мировая война, появилась задача в кадровике, чтобы учитывал людей. Вот, и вот появилась внутренняя функция. Кто-то должен был массово учитывать людей, которые то пребывали, то убывали. И, наконец, некий подобный такой нам уже прообраз HR все-таки появился после мировых войн, где-то 45-80-й год, где зарождался менеджер по персоналу, как отдельная профессия. Тогда же появились первые модели компетенции, первые ассоциации, такие как SHRM, первые сертификации, такие как HRCI. Вот, вот тогда все появлялось. Первые факультеты в вузах начали появляться вот в эти годы. То есть профессия начала зарождаться уже в современном таком понимании. Дальше, чуть позже, в 80-х, 2000-х годах, эта профессия стала обрастать больше такими консалтинговыми функциями. До того, как эта профессия существовала, многие консалтинговые компании эти функции осуществляли такие компании, как HAY, SHL, DDI и прочие. Вот, ну, по мере взаимодействия с HR-ами, по мере перехода в HR, значит, HR больше сам начал становиться таким внутренним консультантом, который может и модель компетенции разработать, и ассессмент-центры провести, грейдинг внедрить. Вот это вот отличало менеджера по управлению персоналом от просто менеджера по персоналу. Просто задачи более сложные. Построить систему Management by Objectives, систему KPI, систему примирования, вот это был уже такой более продвинутый HR. И с 2000 года HR еще раз начал трансформироваться больше в сторону понимания бизнеса и больше в сторону такого стратегического партнера. здесь уже начали появляться HR-ы с MBA, которые закончили, да, такое профильное образование. Начали появляться там HR-ы, которые переходили из других функций, там, с должности операционного директора, там, какого-то еще бизнес-руководителя. Вот, соответственно, HR становился более бизнесом. Ну, и сейчас мы продолжаем эту ветвь, то есть вобрали в себя вот то, что было ранее, и продолжаем то, что есть сейчас. Соответственно, по мере развития этой профессии развивалось влияние HR-ы на бизнес. Каждый следующий шаг сопровождался ростом влияния на бизнес. В это же время в мире происходили тоже определенные события, это эволюция, точнее, да, эволюция, индустриальная революция и прочие всякие штуки. Вот. Идем дальше. Соответственно, HR-ы по мере своего развития, по мере своей эволюции, начали больше заниматься трансформационной работой. Это важно понимать. Одна из задач сегодня понимания роли HR-дженералиста, это понимание, что дженералист – это не просто сервисное подразделение, это не просто исполнитель, это не человек, который выполняет просто задачи руководителя. Это человек, который вместе с руководителем в какой-то степени стоит у руля компании и эту компанию отстраивает, повышает эффективность или, можно сказать, занимается трансформационной работой. Вот у нас с правой стороны у нас. И здесь задачи, которые связаны с трансформацией. Это важно понимать, этому важно обучаться, и этим важно в компании заниматься. Соответственно, мы на курсе, конечно же, изучаем обе части. Мы изучаем как базовые направления, так и более связанно с трансформационной работой. Потому что этим обычно, в компании большой этим занимаются HR-директоры, HR-бизнес-партнеры. В компании небольшой, где есть HR-дженералист, уже на этапе наличия HR-дженералиста, этим должен заниматься дженералист. Идем дальше. Что же происходит? HR меняет фокус своей работы с организацией бизнеса на бизнес-организации. Больше на понимании бизнеса. Теперь цитата Генри Форда. Значит, такая очень интересная. Вы можете забрать мои заводы, сжечь мои здания, но оставьте мне моих людей, и они все восстановят. Генри Форд, я напомню, он строил свой бизнес в 20-30-х годах прошлого столетия. Но так любопытно произошло, что эта фраза, эта цитата, она была долгое время красивой цитатой, хотя на самом деле компании к людям так не относились. Сейчас прошло 100 лет уже, с момента этой цитаты, и наконец-то так произошло, что все-таки люди в компании самый главный актив. От людей все зависит. Многие компании, они кроме людей, по большому счету, ни с чего не состоят. Это единственное, что есть в бизнесе. И поэтому, поскольку, знаете, когда-то, когда, например, компания – это был завод, это было производство, это были станки, технологии, исследования, то очень важным человеком в компании был директор по производству, директор направления R&D. У нас это не ОКР называлось. То есть тот, кто занимался перспективной разработкой продуктов. Сейчас, поскольку бизнес часто – это люди, вот такой очень важной персоной в бизнесе становятся HR. Но можно сказать, еще был такой переходной период, когда все строилось вокруг клиентов, сервис, такая сервисная модель. Это вот был бизнес, который там последние где-то, наверное, 20-30 лет строился. И главными были маркетологи. То есть, например, я это еще застал, когда сам, ну и продажники. Поначалу главными были производственники, вот кто там смотрит старые фильмы или читает книги типа Лия Кока. Там были директоры по производству главные. Потом главные были маркетологи, продажники. Сейчас главными становятся после генерального директора HR, потому что бизнес – это прежде всего люди. Идем дальше. Соответственно, новая роль HR – это больше фокуса на стратегии компании и чуть снижение операционной работы. Прежде всего, такая вот трансформация, трансформация в занятости происходит из-за того, что вот эта операционная работа, она автоматизируется. На сегодняшний день, мы на курсе это будем проходить детально, есть системы автоматизации HR, такие как PeopleForce. они позволяют с HR рутину снять, снизить. Идем дальше. Вот есть классная модель, она авторства Дэйва Ульриха, которая очень понятно объясняет, и в том числе HR-дженералисту, основные четыре роли, которые нужно выполнять в любом HR. Это быть административным экспертом, хорошо выстраивать свою функцию, быть сторонником сотрудников, то есть заботиться о людях, об их эффективности, быть стратегическим партнером, то есть заботиться о бизнесе, и быть агентом изменений, то есть помогать бизнесу внедрять изменения в компании. Как быть HR-лидером, а не HR-исполнителем? Условно можно сказать, что у HR есть выбор. Знаете, сейчас, кстати, я уже это реже слышу, когда HR называют кадровиками. Согласитесь, что в принципе можно сказать, что это остается в прошлом, когда вот говорили, а, отдел кадров, понятно. Сейчас уже часто есть понимание, что HR-то не отдел кадров, но это хорошо. Но, тем не менее, иногда все-таки это отдел кадров, и это прежде всего зависит от самих людей, от того, как они работают. Как быть больше бизнес-партнером? Как вот эти вот роли агента изменений, стратегического партнера выполнять? Для этого нужно на самом деле немножко разбираться в бизнесе, то есть понимать, что такое стратегия, бизнес-процесс, рынок, лидерство, изменение, проектная деятельность. Такое понимание, оно позволяет и немножко другими вопросами в компании заниматься. Соответственно, модель партнерства – это работа с бизнесом, со стратегией и с изменениями. И у нас тоже такие занятия на курсе есть, то есть мы это все проходим. Дальше. Роли HR-а сама по себе очень интересные, необычные и уникальные, прежде всего тем, что HR работает с большим количеством людей. И это, можно сказать, отличает роль HR от многих других ролей, где есть только какой-то из узкого набора сторон, с которыми работает роль. Значит, конечно же, HR тесно работают с сотрудниками. Ну, кто-то себе представляет сотрудников, знаете, главный объект работы, но это не так, это не единственный объект. Что хотят сотрудники? Значит, сотрудники хотят от HR справедливого отношения, помощи в развитии, решения их проблем, консультации по их работе и карьере и корпоративных правил игры. Для чего? Чтобы их работа была комфортной, потенциал их реализовывался и труд был вознагражден. В принципе, не суперсложные задачи, можно их выполнять, можно их достигать, если бы не одно «но». Это не единственная сторона, с которой работает HR. То есть даже банально времени нет возможности 100% отдавать сотрудникам. Почему? Потому что есть, как минимум, генеральный директор, который тоже чего-то хочет. Что хочет генеральный директор от HR? Понимание бизнеса, целей, приоритетов, ресурсов, помощи формирования команды, повышение эффективности команды и ее развития, чтобы сотрудники были довольны и за минимальную стоимость. Так, чтобы генеральный директор смог достигать своих целей, мог быстро масштабировать бизнес, был на шаг впереди конкурентов и открывал голубые океаны. Но это не все. Еще есть руководители отделов. Большому счету обычно хватает удовлетворять потребности этих двух сторон, но если руководители отделов недовольны, они могут говорить за сотрудников. Вот наши сотрудники недовольны HR. Они могут, как команда генерального директора, говорить, что нам HR не помогает, нам HR не дает людей. То есть они могут жаловаться так, что HR уже генеральный директор будет недоволен. Чего же эти ребята хотят? Они хотят, чтобы у них была лучшая команда, хотят получать консультации по управлению людьми, помогать быть лучшим руководителем им самим и информировать их сотрудников, так, чтобы они могли достигать своих целей. Сотрудники работали без их постоянного надзора, контроля. Команда была довольна руководителем, в команде была хорошая атмосфера. Но это не все. Иногда еще есть акционер, иногда он же генеральный директор, иногда это отдельные люди. Им нужно управление затратами на персонал от HR, поддержка инноваций, бизнес-подход, создание имиджа компании на рынке, участие в разработке и реализации стратегии, а также фокусировка на ценностях миссии компании. Так, чтобы их бизнес был здоровым, стоимость компании на рынке росла и репутация компании была позитивной. И вот HR на этих четырех стульях пытается усидеть и сделать так, чтобы все были довольны, что иногда не так уж и просто. Что еще? Еще не только это объясняет специфику и некоторую сложность в работе HR. Еще и бизнес на разных этапах от HR хочет немножко разных вещей. То есть это не будет всегда одно и то же, это будет постоянная смена приоритета. Самое простое для HR, самое нетребовательное, но и ситуация, в которой, по сути, не всегда и HR нужен, это когда бизнес существует, я бы даже сказал, иногда так говорят, прозябает. То есть просто идет на автопилоте. Таких уже не очень много бизнесов, потому что любые кризисы в мире такие бизнесы быстро выбивают из колеи. Ну, такое иногда бывает. Какое-то госпредприятие, которое не модернизировалось много лет. Там, кстати, часто HR называют отдел кадров. Там нужны приказы, трудовые книги и отчеты. Да, и, соответственно, особо там ничем заниматься не нужно. Но я повторюсь, таких уже остается все меньше и меньше. Дальше. Когда бизнес растет, нужен рекрутинг. Да, и сейчас таких, вот из-за того, что экономический рост по всем местам, таких компаний очень много. Поэтому у HR много запросов именно на рекрутинг. Это реклама вакансии, отбор, организация собеседований. Когда бизнес усложняется, это тоже связано с экономическим развитием, бизнесу нужно развитие. Нужно понимать, какие потребности в развитии в нем существуют, выбирать правильных людей с потенциалом, A-плееров их называют, искать правильных провайдеров и организовывать разные мероприятия. Дальше. Бывает, бизнесу нужны лучшие из лучших сотрудников. Здесь тогда фокус на оценке. Умение отсеивать лучших, умение создавать условия для того, чтобы реализовывались способности и вознаграждения за результат. Дальше. Бывает такое, и это тоже, особенно после длительного этапа роста случается, сотрудники начинают уставать. Тогда нужны уже льготы, тимбилдинги, праздники в офисе, корпоративы, информирование, инициативы всевозможные. И если бизнес не справляется, такое тоже бывает, сейчас в современный мир часто создает какие-то сложности бизнесу. Нужно партнерство, то есть нужно определение бизнес-проблем или бизнес-потребностей, выбор лучших HR-решений для удовлетворения тех потребностей и проблем, внедрение изменений, консультирование и кастомизация центральных HR-сервисов под потребности разных бизнес-подразделений. Дальше. Бывает, бизнес успешен, в нем хорошо все, и его нужно вывести на новый уровень. Часто это связано с выходом на уровень международный. Тогда нужен от HR-а поиск инновационных решений, лучших практик, привлечение лучших экспертов, какие-то многошаговые действия и создание фундамента для будущего. Вот такие задачи. Дальше. Чем должен и не должен заниматься HR-дженералист? Значит, здесь мы можем, конечно, долго судить и спорить, но есть нечто, что можно положиться. В данном случае мы можем воспользоваться моделью компетенции с HR-ом. Она очень простая. Она составлена международной ассоциацией HR-ов. Это называется Society of Human Resources Management. Вот с HR-ом. С HR-ом – это одна из самых первых HR-организаций, точнее, ассоциаций в мире. Они основали организацию сертификационную HR-CI, которая сейчас сертифицирует HR-ом. С HR-ом тоже сертифицирует. Такая более простая сертификация, я бы сказал, лайтовая сертификация, упрощенная HR-CI, более серьезная. Но, тем не менее, модель компетенции у них есть, которая описывает HR, не HR-дженералиста. Но поскольку дженералист, он должен знать все, то мы можем сказать, что вот если есть модель компетенции для HR-а, то HR-дженералист должен в ней во всем разбираться. Из чего она состоит? Тут есть такие, как бы, несколько уровней. Мы их рассмотрим более детально. Первый уровень – это уровень, вот видите, фундаментальный. Люди, организация, рабочие места. Люди, что сюда входит, что должен делать HR-дженералист? Заниматься планированием людей, банальная численность, сколько должно быть там в конце следующего года, компетенции, привлечение, удержание людей. Ну, тут все понятно, это репетинг. Вовлечение сотрудников – это то, что было принято называть мотивацией, сейчас называется более профессиональное вовлечение. Обучение, развитие. Ну, тут все понятно. Вознаграждение – это что называется материальная-нематериальная мотивация. Хотя там мотивация не пахнет, это там компенсации, это бонусы, премии, всякие там бенефиты, прочие элементы. Дальше – организация. Следующий блок знаний, что требуется от HR-дженералиста и блок функций. Это умение правильно строить саму HR-функцию, умение заниматься консультированием, это называется орг-эффективность и развитие, такой внутренний консалтинг. Понимание people-менеджмента. У нас на курсе мы прям проходим как HR-дженералисту в компании улучшить people-менеджмент, то есть то, как руководители руководят. Отношения с сотрудниками и технологии информации. Здесь у нас автоматизация HR. И рабочие места. То есть это касается должностей. HR в глобальном контексте сюда входит. Многообразие, управление рисками, корпоративно-социальная ответственность и трудовое право. Чем не должен заниматься дженералист? Офис-менеджментом. По сути, это тогда будет просто офис-менеджер. Проведение встреч с сотрудниками вместо руководителя. Это функция менеджера. Дополнительно к встречам руководителя, но не вместо. Только рекрутингом тоже не должен заниматься, тогда это просто рекрутер. Работать с календарем руководителя, тогда это ассистент руководителя. Или выполнять поручения руководителя и команды. То есть этим не нужно заниматься. Дальше. Какие софт-скиллы нужны HR-дженералисту? Какие поведенческие навыки нужны? Какие компетенции? Первое. Это лидерство и навигация. То есть от HR-дженералиста ожидается, что это все-таки лидер. То есть человек, который ведет вперед организацию, направляют, а не пассивно следует за организацией. Дальше. Этическая практика. Этот человек стоит на страже этического отношения к людям. И вообще этическая работа людей внутри. То есть это такой сложная функция, особенно для начинающих, но тем не менее важная. Дальше. Деловая охватка. Это умение понимать бизнес. Понимать, что в нем происходит, чем он занимается и так далее. Дальше. Управление взаимоотношениями. Это умение строить отношения со всеми сторонами. Дальше. Консультирование. Это умение давать внутренние консультации и внедрять какие-то изменения в бизнесе. Критическая оценка. Это умение полагаться на цифры, а не на интуицию, не на слухи. Глобальная культурная эффективность. Это понимание международности даже любого бизнеса, даже локального, потому что все равно любой бизнес уже не находится в изоляции от внешнего мира. Коммуникации. Это про умение четко, кратко и ясно доносить свои мысли, какие-то свои смыслы. Вот. Вот такие вот направления сутовские. Теперь немножко про тренды. Значит, тренды вообще интересная тема. О ней можно говорить вечно. Есть разные можно сказать эксперты, которые эти тренды диктуют или которые прогнозируют. Один из популярных экспертов это Джордж Берсин. Он долгое время работал совместно с компанией Deloitte. Он 10 лет публиковал HR Trend, The Human Capital Trends. Ну, дальше что-то их пути с Deloitte разошлись и я не знаю, почему-то Deloitte по крайней мере в этом году, в конце прошлого года, в начале этого года, пока еще не анонсировали старт исследования трендов. Возможно, Deloitte больше не будет в том виде, в котором это было, публиковать тренды. Однако, Джордж Берсин продолжает публиковать, он это теперь называется «Пвои прогнозы». Он индустриальный эксперт, сам по себе аналитик, много лет в HR-индустрии, наверное, уже десятки лет, с многими общается, с многими провайдерами. Поэтому, что он говорит, что нас ждет в HR-е? Первое, год 2022 ожидается лучше, чем 2021 и, конечно же, 2020. То есть, положительные ожидания от этого года у всех. Это большое такое, в какой-то степени расслабление для HR-ов, потому что, действительно, многие очень сложно пережили два последнего года. Второе, гибридные удаленные сотрудники или работники, они сохранятся, они все-таки будут. Кто-то не хочет в офис возвращаться, кто-то из компании понял, что это удобно. Есть исследования, которые говорят, что не все люди к этому готовы и приспособлены и будут так работать. Это нормально, это естественно, но, тем не менее, есть многие, которые хотели бы так работать, у них такой возможности не было, теперь она появилась. И теперь с этим HR-ом придется жить и уметь это все учитывать. Дальше. понимание нового поколения работников. Поколение Z, вот, уже он активно идет, это рожденные, обычно говорят, с 95-го года, кто-то говорит с 2000-го года, предлагаю брать 95-й. А это уже, собственно говоря, 27 лет. Это ого-го, какой возраст, на самом деле, уже многие руководителями становятся, то есть это большое количество людей. И компании под это должны адаптироваться, максимально учитывать это поколение. Это, конечно же, про HR-автоматизацию прежде всего, потому что это поколение с бумажками не будет с компанией общаться через бумажки, а только через мобильное приложение. Дальше. Необходимость в универсальной системе автоматизации. Это вот Джордж Берсин признает, что да, на сегодняшний день это уже must have, как говорится, то есть это должно быть точно, это много чего упрощает, облегчает и не делать автоматизацию, это уже странно. Дальше. Помощь искусственного интеллекта в подборе персонала. То есть я бы не сказал, что тут уже прям супер нам искусственный интеллект помогает, это то, что ожидается. Сейчас искусственный интеллект все-таки чему-то обучается, что-то да может. Поэтому очень сильно ждем, что в рекрутинге он тоже будет играть более значительную роль, особенно учитывая тот рекрутинг, который сейчас очень высококонкурентный. Дальше. Приоритет на оздоровление сотрудников. Тут каждая компания по-своему это понимает, по-своему это делает, но если когда-то компании думали, что главное, чтобы люди не болели, то сейчас компании начинают осознавать, нет, главное, чтобы наши люди вообще чувствовали себя здоровыми, чтобы они были здоровыми, то есть это больше, чем не болеть, это вообще другое. И начинают в это углубляться, особенно в плане ментального здоровья или психологического здоровья, которое часто игнорировалось просто напряжь. Дальше. Вызов кибербезопасности. Больше удаленщиков, больше сложностей с этим связанных, больше проблем и больше необходимости HR-ам эти проблемы решать. По эксклантам внутри компании. Это результат роста конкуренции за людей. То есть сейчас уже это не только Берсинт, я вижу во многих исследованиях, что на рынке каких-то сотрудников уже сложно находить. Можно находить только начинающих, но основных людей на ваши наиболее важные должности вы уже должны активно учиться искать внутри компании. Вот такой тренд. Дальше. Конец оплаты по местоположению. Традиционно люди зарабатывали в столице больше, чем в регионах. И это было связано с тем, где человек работает. Сейчас границы смываются, компании начинают нанимать на удаленку, и уже не так важно, где ты живешь. А это тоже переосмысление. Это прежде всего удар по HR из регионов, потому что приходят компании с большими зарплатами. Если вы работаете в локальной компании, сотрудники просто массово уходят туда. Ну вот так вот. Дальше. Человеческий фактор, он всегда был в фокусе внимания, и часто об этом говорили, такие темы, как human design и так далее. Но вот сейчас, или human centric design, сейчас это становится все более актуально. То есть компании должны больше думать о людях. Что хотят люди, как людям удобнее, как людям естественнее, как людям комфортнее. Вот. Эти вопросы должны особо звучать сейчас. Здесь ссылочки для вас полезные, всевозможные, интересные, я рекомендую их посмотреть, конечно. Вот. И подведение итогов. Так чем в итоге занимается HR генералист. Какие обязанности? Давайте подытожим. Связывает деятельность HR с бизнесом. Проводит HR аудит, исследование и разрабатывает HR стратегию. Занимается рекрутингом компаний и оценков кандидатов, обучением сотрудников и выявлением талантов, мотивацией сотрудников и совокупным вознаграждением, управлением эффективностью и OCR, работой с вовлеченностью и выгоранием, развитием лидеров и HR партнерством, управлением корпоративной культурой и коммуникациями, управлением изменениями в компании и внедрением HR-проектов, построением системы People Management, то есть как руководители руководят, автоматизация HR в компании, удержание сотрудников работы с текучестью, то есть снижение текучести, HR-аналитика метрики бюджетирования и, наконец, опыт сотрудника от адаптации до увольнения. Вот такие обязанности и, собственно говоря, у нас курс построен ровно по этим пунктам, то есть вокруг них. Домашнее задание для тех, кто уже на курсе, кто еще не на курсе, я, конечно же, вас приглашаю пройти этот курс, кто на курсе, оценить свои профессиональные знания в этих 15 направлениях по 10-бальной шкале и оценить, какой процент из ваших знаний вы можете в своей работе сейчас задействовать. Книги, которые можно порекомендовать, две книги, одна до Ульриха, вторая, бывшего HR-директора компании Google и моя статья про список всех HR-компетенций с ссылкой на карту компетенций. На этом сегодня все, если есть вопросы, задавайте, если вопросов нет, можете поделиться, что было наиболее полезного. Ну и, конечно же, жду всех на курсе, буду рад вас видеть. Спасибо. Пишет Виктория. Пожалуйста, пожалуйста, друзья, спасибо за информацию, пишет Анна. Можно ссылки все дополнительным файлом. Я могу сбросить вам презентацию вот эту. Я ее сброшу в чат MikePretola Academy в Телеграме. Если вы там есть, то ловите, если вас там нету, то добавляйтесь, просто напишите MikePretola Academy и вы найдете. Да, вижу, вижу, спасибо. Пожалуйста, я уже презентацию скинул. Благодарю вас за вашу работу. Пожалуйста, и вам. Ну что ж, тогда на этом все. Всем хорошего вечера. Был рад всех повидать. Это первый вебинар, открытый в этом году. Майк, спасибо за информацию. Очень интересные инфограммы по истории развития нашей работы. Да, пожалуйста. И до скорых встреч. Рад буду вас видеть и на других вебинарах. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова